Коронавирус может оставить после себя глубокий след в организме человека. Фиброзы легочной ткани, нарушение сна, мышечная слабость, изменения в анализах крови. Все эти неприятные последствия можно испытывать несколько месяцев, даже если человек перенес ковид в легкой или бессимптомной форме. Чтобы понять, что происходит с вашим организмом после болезни, медики советуют пройти углубленную диспансеризацию. Сделать это можно спустя два месяца после выздоровления. Углубленная диспансеризация пациентов, перенесших ковид, включает в себя ряд исследований, помогающих понять, на каком этапе сейчас пациент находится, его здоровье, есть ли осложнения и какой степени они выражены. Для этого мы проводим их ряд необходимых инструментальных и лабораторных исследований, чтобы понять это. Углубленная диспансеризация – это часть программы всеобщей диспансеризации взрослого населения. Помимо обычных предусмотренных программ и анализов, пациентов ждут дополнительные обследования. Это общий анализ крови, биохимический анализ крови с определенными показателями, включая цирреактивный белок, рентгенологическое исследование легких, уровень сатурации крови. Если, посмотрев результаты, врач заметит какие-то отклонения, он отправит пациента на дополнительное обследование. По определенным показаниям человек проходит компьютерную томографию легких, эхо-кардиографию сердца, дуплексное скальнирование вен нижних конечностей, определение додимеров крови. Осмотр терапевта – это неконечная точка завершения данного процесса. Далее пациент берется на диспансерный учет, они уже взяты на диспансерный учет. Если остаточные явления сохраняются в достаточно выраженной форме, пациент будет направлен на реабилитационное лечение, на восстановительное лечение. Тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой или средне-тяжелой форме, медицинские работники сами приглашают на углубленную диспансеризацию. Но даже если болезнь протекала легко, врачи советуют не откладывать и прийти на обследование. Записаться можно на сайте КБ-50 в разделе «Портал пациента» по телефонам колл-центра поликлиники номер 1 95511 и поликлиники номер 2 95577. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.